Наша история вызывает восхищение, а точнее, восхищение вызывает фантазии историков, которые ее сочиняют. Мы в фильме про Венецию уже рассматривали возможность небольшой группы людей, поселившихся на пустынных островках лагуны, создать мощную логистическую сеть по заготовке лиственницы и доставке миллионов 8-метровых стволов на расстояние в 4500 километров. По мнению историков, это очень легко, хотя на тот момент, по их же заверениям, технологических мощностей для этого просто не было. Если бы кому-нибудь из этих ученых-мужей понадобилась бы на даче машина песка, а ему предложили бы вывезти этот песок тележками, то какое мнение он бы высказал по этому поводу? Сегодня мы рассмотрим официальную точку зрения науки на строительство Северной Венеции, города Санкт-Петербург. И опять это бредовая идея, что край, как нужно построить огромный каменный город на болотистых берегах реки. Тем более, что мудрые венецианцы с Адриатики уже показали пример, как это делать. Прочные грунты, осадочные и моренные, в Петербурге лежат на глубине 20-30 метров. Сверху зыбкие полеватоглинистые грунты, требующие укрепления, потому что они неравномерно оседают. Для уплотнения применялись деревянные сваи длиной 6-8 метров, что несколько снижало деформацию зданий. Сваи иногда засасывало из-за внутренних пустот. Дальше все по плану. Берешь лиственницу и забиваешь ее в полужидкую грязь. И не беда, что ствол всего 8 метров, а до твердых пород 20-30 метров. Венецианцы же не дураки были, вон какой город отгрохали, хотя у них на такой же глубине начиналась плотная порода. Стоит Венеция веками и ничего, никто еще никуда не провалился. Только с механизацией у них были проблемы. Приходилось забивать лиственницы деревянной колотушкой. При строительстве Санкт-Петербурга применяли забивочные копры, которые приводились в движение четверкой лошадей. Позже были закуплены в Америке два паровых копра. С помощью этих копров забивали сваи в зыбкие поливато-глинистые грунты. А потом делали настил из бревен, который укладывался на торчащие торцы забитых свай. А потом начиналось самое трудное. Очень важно было строить в Петербурге так, чтобы уровень первых этажей зданий обязательно был ниже уровня Невы, чтобы при наводнениях вода могла беспрепятственно через специально для этого сделанные окна попасть на первый этаж и в подвал. Зачем, вы спросите? Так царю-то виднее. Видимо, он видел в этом особый смысл. Может, Амаров хотел разводить? Не зря же он радовался при наводнении в сентябре 1706 года, когда у него в комнате стояла вода, а по противоположной стороне, по улицам, как по реке, на лодках плавали люди. Высота города над уровнем моря от 1 до 5 метров, поэтому, чтобы все было наверняка, здания стали заглублять на 1-2 этажа. Тем более, в этом случае выполняется условие необходимого контакта несущих стен с мокрой глиной. В этом случае кирпич, привезенный почему-то с Амстердама, лучше напитается влагой и быстрее разрушится. Ведь такие правила строительства существовали в те времена. А если серьезно, такие здания, чтобы не треснули, должны стоять на фундаменте из камня, который представляет из себя монолит, в котором все его части неподвижны относительно друг от друга, в отличие от свай, которые могут провалиться в пустоту. Адептов культурного слоя прошу не закипать. Вот старинные гравюры, на которых здания уже стоят погруженные в грунт. Но ведь их только построили. Это 1716 год. Наверное, еще мусор строительный не весь убрали, а вход сделали через окна второго этажа. Историки утверждают, что Петр самолично руководил строительством. Значит, это его техническое решение. Вечно он то окна прорубает, то через окна ходит. Видимо, длительное пребывание в Голландии не прошло для него даром. Мы же знаем, какие возможности для раскрытия сознания дает посещение Амстердама. Че, мужики, надо идти. Ладно, давайте напоследок еще разочек. Давай, Минхер. Как мы любим, мужики. Хорошо было. Ладно, собирайтесь, пошли. Пошли, пошли, пошли. Все уже там заждались. Все, пойдем, 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 мужики. Минхердс, секунду. Чего? Чего? Лапти-то поменяй. Чего? Вот это Эрмитаж. Видите, как качественно сделан слив воды в подвал, а может и на первый этаж. По бокам окна, на случай, если основные ворота не будут справляться с потоком. Вот еще несколько фотографий почти столетней давности. Все выглядит так же, как и сейчас. Почему не скапливается культурный слой? Неужели стали чаще убираться? Картина Василия Садовникова, 1830 год. Окна уже смотрят в землю. Эрмитаж. Начало прошлого века. А это наши дни. Уровень окон, торчащих из земли, не изменился. Дворец Меншикова, 1716 год. Только построили, а уже весь первый этаж ниже уровня грунта. А если это не культурный слой, то значит так строили? А зачем вот так строить? А теперь представим технологию таких строительных работ. Копаем в болотине, не знаю как, глубокую яму котлован. Делаем какие-то магические пассы, чтобы вода не залила этот котлован. В дно котлована забиваем сваи. Ну а дальше все по плану. На настил из бревен ставим тяжеленный каменно-кирпичный дом весом 2-3 тысячи тонн, а то и больше, как в случае с Исаакиевским собором. Ну и напоследок подгребаем обратно вынутую землю из котлована, чтобы соблюсти правила обязательного контакта несущей кирпичной стены с мокрой землей. Вот и все. Вытираем лоб и начинаем тихо гордиться. Посмотрите, что нашли в Петербурге под четырехметровым слоем земли. Это больше похоже на фундамент. Только где тут сваи? А давайте еще раз взглянем на картину Василия Садовникова. Это 1830 год, а Исаакиевский собор уже стоит, глаза мозолят. Почему мозолят? Да потому что в 1830 году только начали возводить основание под купол. А здесь он уже стоит. Вот изображение Исаакия до 1817 года. 1820 год. А вот как Монферран изображал строительство Исаакия в 1838 году. Ключевое слово – изображал. Вот еще его литография от 1840 года. Что это за Исаакиевский собор такой? В каких снах он его увидел? Храм осветили только в 1858 году. А вот рисунок Андрея Дюрана в 1838 году. Видно, что человек вел здоровый образ жизни, поэтому и собор на нем такой же, как и сейчас. Только даты напрягают. По Монферрану еще идет стройка. Может, он просто отмыл деньги? Видимо, художников и историков нужно садить вместе, чтобы все совпадало. А то кто в лес, кто под рова. Писали бы правду, то и расхождения бы не было. Судя по Петербургу, были применены технологии строительства, которые в то время были неизвестны. Да и сейчас мы не все можем повторить. А кто строил? 40 тысяч крестьян. Историки считают, что дай крестьянину рубль, и он, засветившись от радости, идет ваять. Но это так не работает. Все мировые стройки, начиная от пирамид, начинаются с описания количества рабов, военнопленных, крестьян, но только не специалистов. Кто обучал все эти тысячи строительным специальностям? Зачем же сейчас так мучиться с этим обучением? Собрали бы 40 тысяч бомжей по России, и они бы за едушку второй такой собор построили. Так вот, в голову приходит только одна мысль. Город уже стоял. Да, уровень мирового океана поднялся, и так же, как и в Венеции, часть города оказалась в воде. Да еще и глиной сверху присыпало. Петр только откапывал этот город. Часть разрушенных зданий реставрировали. Конечно, пришлось и сваи забивать, так как фундамент в грязь не положишь. Но основная часть города стоит на каменных основаниях. Как могли бы выглядеть незасыпанные здания? Здесь вход в здание через портик. И здесь. А здесь портик уже не служит входом. И вот тут тоже. В Лондоне тоже есть нормальный вход под портиком. А это Витериана Палаццо, Венеция. Может, так выглядит по-настоящему здание в Петербурге? История говорит, что основание Санкт-Петербурга произошло 16 мая 1703 года. Столицу туда перенесли в 1712 году. Хотя до 1721 года эти земли еще принадлежали Швеции. В принципе, что плохого в том, чтобы управлять своим государством с чужой территорией? Ну, не будем придираться. Вот 1716 год. Летний сад. Прошло всего 13 лет с закладки первого камня. Вдали уже весь город есть. Петрополис. 1703 год. Только первый камень заложили, а крепость уже стоит. Петрополис. 1744 года. Все уже построено. Какие темпы строительства, если учесть, что дорог не было? Доставка грузов только по рекам. Ну и напоследок. Обратите внимание на центр этой карты. Там надпись «Тартарская Слобода». Так кто же на самом деле построил этот красивый город? Всем удачи!